Итак, мы продолжаем серию спортивных передач. Сейчас у нас бойцовский клуб в студии Анатолий Задорожный. Добрый день, Анатолий. Добрый день. Ну и давай начнем все-таки с Ломатченко. Очень легкая, уверенная победа, но он так его лупил, что после этого он думал, что он сломал руку. Но, слава богу, выяснилось, что все в порядке. Да, ну, там сразу много разных комментариев было на ютубе, и в фейсбуке, и на инстаграм, насчет в какую сторону идет Ломаченко, там уже чуть некоторые называют его мешкобоем, потому что все, ну, этот бой действительно был в одни ворота, можно сказать. Так, если технически разобрать немножко так, потому что, опять же, у нас передача не новостная. Мы пробуем привлечь внимание к любителей или не любителей спорта, именно к боевым видам спорта. И технически так, без всяких предубеждений, что собой представлял этот бой? Контерпанчер Ломаченко или не контрпанчер? Вопрос тоже задают, но контрпанчер это человек, который в основном, это не человек, который работает вторым номером. Так говорят, что это в основном, когда ты вытягиваешь на себя оппонента, и потом где-то его рубишь во время атаки. Не обязательно это контрпанчер, и даже вот всеми известный Флойд Мейведер, он тоже атакует, не обязательно стоит в защите. Тут, если мы увидим, посмотрим детально на этот бой, то первые два раунда Ломаченко практически не использовал свою знаменитую технику, которую он использует против сильных боксеров, срезание углов, циркульные отходы. Вот когда у него, если он работает, он левша. Ну, естественно, что в основном, наверное, 90% его оппонентов это правши, ну так по природе сложилось. И для левши очень легко заходить, поскольку у тебя правая нога, которая спереди стоит, стоит напротив левой ноги, то есть односторонней ноги правши, и очень легко незаметно стать за эту ногу, то есть с линии уйти. И когда ты делаешь циркульные движения назад левой ногой, ты оказываешься сразу сбоку противника. Естественно, что двум правшам и двум левшам намного сложнее это делать, то есть левша всегда тут в выигрышном положении. Он вообще этим не пользовался, тут были прощупывания такие, разведка, все время очень слабые легкие удары. Он разбивал его по этажам, то немножко на голову работал, никаких уходов в сторону, все только вперед-назад. Что делал Кролла, тут странно, ну я не скажу, я вообще не большой любитель Антони Кролла, не нравится мне его манера боя. Но у него странная тактика была, он выбрал очень... Естественно, мы знаем, что все бойцы такого уровня, не обязательно только боксеры, это то же самое и в кикбоксинге, и в смешанных единоборствах, профессиональном уровне, естественно, что работает вся команда против противника, который будет, допустим, в этом будущем матче. И они готовятся заранее, изучают противника, смотрят на его видео, смотрят, как ведет себя соперник. И тут все складывается так, что домашнее задание не было сделано, или Кролла просто игнорировал это. Он постоянно уходил в глухую защиту, что само по себе неправильно вообще, вообще по определению в боксе, потому что бокс весь это, в основном, это верхний этаж, и уходить в глухую защиту в боксе не очень правильно. И глухая защита, в принципе, хороша только для временных каких-то моментов, когда, допустим, ты в какой-то плохой ситуации, резко изменилась ситуация, это не можешь отойти, или ты в углу, естественно, что глухая защита – это какая-то возможность закрыться. Но тут, если мы смотрим первый раунд, все проходы Ломаченко были в глухую защиту Кроллы. Кролл отходил сразу к канатам, Василий его прижимал постоянно, работал только вперед-назад, ему даже не было смысла уходить куда-то, потому что удары в ответ проводились очень слабые, неуверенные, удары были такие, там иногда пробовал он всаживать, входить внутрь с ударами на корпус, опять же пропускал какие-то легкие такие щелчки, можно сказать, по голове от Ломаченко, и Ломаченко опять уходил, потом опять его прижимал. То есть боя вообще не было как такового. Если мы, допустим, посмотрим бой с Хорхе Лоянесом, это вот когда дрался не Ломаченко, когда с ним дрался именно Энтони Кролла, там Кролла, он, конечно, проиграл, но он как-то делал что-то, у него руки внизу были, он смотрел на бой, он видел, он отвечал, работал ему по разным этажам, то есть он может это делать. Тут ничего не было. В третьем раунде Василий меняет тактику, уходит на середину ринга и уже не прижимает его, а постоянно провоцирует Кроллу, чтобы он на него нападал. Не знаю, вы заметили, там были такие моменты, что Кролла уже даже без боя сам старался отходить к канатам, Ломаченко не шел к нему, а вытягиваю на середину. Уже как будто ввел его на то, что ты меня начинаешь атаковать, да, я тебя вырублю. Ну и не выдержал Василий, конечно, в конце этого третьего раунда, он расстрелял его просто, там прижал его уже. Он, наверное, не планировал этого, потому что он думал, у него красиво технически вырубит на атаке, на контратаке, а тут он видел, что нету никаких действий вообще, и он его зажимает, начинает расстреливать. Там куча ударов была, я даже не хотел считать их. Ну, кто мог посчитать? Да, и удары, естественно, что он не очень сильно там вкладывался, и остановили бой. Там получился такой нокдаун в стойке, смешной нокдаун был. Ну, сейчас считали нокдаун, Василий думал... Но там, мне кажется, уже надо было останавливаться. Да, да, там не было... Да, Василий... Ну, в принципе, то, что случилось в четвертом раунде, я бы сказал, что я, в принципе, хорошо сделали, потому что Крола начал отвечать, все-таки он получил в контратаке, он получил этот нокаут в четвертом раунде, это вторая минута, там, по-моему, насколько я помню, это была шестая секунда, до вторая, это 2.06, кажется. И, в принципе, он начал что-то там промахиваться, какие-то зацепки делал, и он на контратаке ему уже правой рукой дал ему в висок, и там уже такой нокаут был глубокий, что нечего было поднимать. Но, в принципе, по технике, у меня странное ощущение, какое-то такое, куда он идет, у него по уровню падает уровень соперников. Ну, так не с кем, не с кем драться. Не с кем драться, что делать? Да, надо в тяжелый вес уходить. Ну, ладно. Что у вас в клубе нового? В принципе, я дошел клиента для вашего клуба, я считаю, что с вечником хоккеист должен прийти к вам поучиться драться. Потому что... Ну, я думаю, что хоккеистов не надо драться. Да, ну, вот такой, ты не своего, вчера пропустил такой удар в челюсть от овечки, что у него сотрясение, и у него унесли просто с поля. Ну, у него инструмент в руках еще есть, а он не использовался. Ну, у нас еще одно событие, на котором... Я просто хотел вот сказать на... насчет того, что будет. Я хотел бы рекомендовать что-нибудь посмотреть для наших слушателей. 20-го числа, в субботу, будет бой Листарова Рима. Это будет UFC 149 с Николаем Олейником. Этот бой изначально должен был быть с Волковым. Если вы помните, Волкова, вот, и очень такой скучный боец, когда смотришь в бои эти, хочется спать. Ну, в принципе, Волков неплохой ударник, почему-то они поменяли, я не вдавался в подробности. Я не слежу за русскими бойцами, Аверим, один из моих любимых бойцов. А где этот бой будет проходить? Бой будет проходить, кажется, в Лос-Анджелесе, надо посмотреть точно. Нет, в Лос-Анджелесе был бой Ломаченко. Да. Ну, бой будет, значит, 20 апреля. Ну, Аверим, почему Аверим? Аверим известный, он называет стероид. Выглядит он уникально, очень большой тяжеловес, выступает он постоянно в двух категориях, он выступает и в ударке, и в Киевке, в К1 он выступал, и выступает UFC. Он еще известен со времен Прайда, он еще выступал в Прайде, когда молодым был рекорд у него 44-17. Никаких ничьи у него не было в рекорде. Правда, один ноу-контенс есть у него, нет, типа, безрезультатно закончил собой в Олейниках. Почему-то, я не знаю, как так случилось, я не очень следил за этим, но 57 боев у него профессиональных, 11 поражений. Вот. Но Олейник базовый борец, естественно, бьет борцовские такие чапалахи, оверхеды, довольно сильный у него правый оверхед, как обычно делают борцы. В основном, что он делает, это удушение, то есть мастер удушения. Бой будет, я вот сейчас нашел, проходить в Санкт-Петербурге. О, да, в Петербурге, точно. Так что, Но в Рим, я не знаю, как они считают, для меня, я думаю, что в Рим очень серьезный кикбоксер, у него серьезная база, тайская, но в принципе старт у него был с борьбы, он базовый самбист, и перекоримская борьба. Он уже хорошо в возрасте. Ну еще в Прайде, он еще до Емельяненко там выступал, то есть он давно уже выступает, но он в хорошей форме, я не скажу, что у него там очень хорошее кардио, то есть наверное выдержки у него может не хватить до последнего раунда, но я не думаю, что у Олейников лучшее кардио, у него одинаково возраста приблизительно. Но тут по технике будет тяжело с ним с Веримом драться, потому что перевести его в партер тяжело, каким способом его переведить в партер, это только уйти в ноги, но противоверимо там колени страшные, уходить с ним в клинч тоже бесполезно, потому что тайская техника там тоже сразу будет контр-клинч и колени, мне кажется, что там будет первый и второй раунд нокаут, я так думаю, опять же не хочу делать прогнозов, то мне кажется, что не совсем правильный противник коленик, но посмотрим, как это все будет выглядеть, также 20 числа все смотрим или после этого будем смотреть, как будет это все выглядеть. Ну, там, конечно, в России это хорошо, там будет забит дворец 100%, да, естественно, тем более, что Рима называют его убийцей русских бойцов, почему-то у него очень часто возникало еще спрайда, он дрался из с наш как же он называется, русским самбистом, уже забыл, как, не-не-не-не-не, он станет актару еще до этого, ом, 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 русский самбист, спецназа весь там такой был, выступает еще со времен прайда, когда был Емельяненко там, вот, то есть он прошелся почти по всем, вот, и, но сейчас уже в годах лучше бы было если честно противопоставить какого-то серьезного бойца чуть помоложе, не-не-не, чуть-чуть помоложе, но ничего, ну так есть как есть, но надеюсь, что будет хороший бой, мне кажется, что он закончится нокаутом в пользу Рима, у него есть все-таки он называет, говорят, что он стероид с хрустальной челюстью, посмотрим, как это будет, ну в прошлом, в прошлой передаче я зацепил тему с Лобовым и с Найтом, вот это, что был бой проведен без перчаток, так называемые бои без перчаток, Бергенф, Бакс, вот, выглядело это все очень странно, я думал, что у нас будет время, если кто-то смотрел этот бой, вообще бои данного, данной категории, что люди думают насчет этого бокса, мне кажется, что мы потихоньку в средневековье уходим, гладиат, там уже только что ждать на следующее будет с ножами или с мячами будет драться, да, но у нас, ну ты видишь, это вызывает интерес, это собирает огромное количество народу, бокс, сейчас в боксе тяжело собрать такое количество народу, да, ну, когда в 90-х годах, нет, нет, ну, в 90-х годах, помню, как первый раз я увидел бои без правил, этот Ultimate Fighting, когда только начался в 94-м году, для меня это был шок, вот, как оно все выглядело, потом мы постепенно привыкли к этому и все, уже хочется чего-то более, ну, мне не хочется, но так выглядит, что людям нужно больше крови, да, ну, пока это бокс, пока это бокс, хотя, в принципе, Bear Hand Fighting проводится уже давно в Таиланде, у них есть, значит, у них есть муй-тай в двух категориях, есть в перчатках, есть без перчаток, они наматывают шнурки на руки, иногда это еще хуже, чем голыми руками, потому что шнурки твердые, они защищают руку, вот, а тут вообще ничего нельзя, то есть в этом боксе там только перематывают кисти, чтобы не сломать, и все, кулак должен быть открыт, вот, ну, и боксерская техника, в принципе, не очень, но все хорошо выглядит. У нас, значит, у нас в зале Balestik Budu Club, у нас намечается несколько турниров, вот это интересно, да, в мае месяце у нас, примерно, какого мая, да, мае месяце, сейчас, точно, потому что я выключил календарь, и, значит, мае месяце у нас, 25 мая, в, вонтарио будет проходить чемпионат, чемпионат, это будет канадский чемпионат, но будет тоже open, это будет all Canada international, будет проводиться по версии IQ, то есть это будет чисто киукушеновский турнир, ну и планы есть такие, что мы едем двумя группами с канку доджу, вот, дети едут, и, по-моему, двое взрослых, вот, ну и самый главный турнир, это, значит, 29 числа, это наш турнир, который мы организовываем здесь, в Чикаго, он будет проводиться в Донтауне, в Чикаго, 29 июня, вот, это турнир называется All American International Киукушен Турнамент, он будет проводиться по, опять же, по версии IQ, то есть International Киукушен Организейшн, мы ничего не имеем общего, с IQ сейчас потому что это, это KWF, IQF, это три организации, World Киукушен Юнион, и организовывается Американская Федерация KWF USA, которую возглавляет Чихан Сомитовский. Слушай, а там можно приходить, смотреть, фотографировать. Мы будем, мы будем еще об этом не раз говорить, пока еще рекламных материалов нету, можете какую-то вводную информацию найти на Facebook, KWF USA, и наш веб-сайт, не мой веб-сайт, не баллистик буду, а именно KWF федерации, веб-сайт федерации, там есть структура, там есть некоторые уже формы регистрации, то есть бойцы, это опять же обращение Чихана Сомитовского и нас к всем организациям Киукушин, потому что этот торнамент проводится между школами Киукушин, то есть это Щидокан школы, Киукушин, KWF, IKF школы, которые имеют отношение к этому стилю. А где в доунтауне есть какой-то адрес? Да, там есть адрес на этом на веб-сайте, да, мы еще будем об этом говорить, потому что деталей там очень много будет насчет рекламы и мы надеемся там будет разделен на две части, первая часть это будут дети маленькие, можно сказать, что это отдельная часть турнира, потому что дети не входят такие маленькие дети там 5-6-7 лет, они не входят в основной турнир, то есть они будут делать... То есть это будет больше как показать... Да, они будут делать ката, они будут делать кихон, они будут показывать техники разные, такие вот, и Little Lions их называют, они будут показывать какой именно как они относятся к самому стилю и как они готовятся, там будет тоже разных уровней дети, ну и потом уже начнется основной турнир, это будут дети от 9 лет, там 8-9-10 лет, там будут брекеты по разным категориям, по... Дети, естественно, не выступают в категории по весам, а по возрасту, вот, и по возрасту до 17 лет это будут детские группы, которые... Там тоже у них будет и ката, но в основном это, естественно, все, весь турнир концентрировал на боях, и потом после них будут женщины и мужчины, то есть там... Естественно, будет senior division тоже, насколько я понимаю, будет... То есть ветераны, бои ветеранов будут проводиться, поскольку там будет приезжать... люди будут приезжать с Европы, Наверное, с Японией, вот, я думаю, что там будет на что посмотреть, особенно на ветеранов интересно смотреть, когда люди по 40 лет, там, по 45 дерутся, ну, у них уже другие там... другие правила, потому что ветераны выступают по тем же правилам, что дети, то есть у них уже обязательно нужны такие блинчики на руках быть, перчаточки маленькие, шингардс на ногах и шлемы, тоненькие такие шлемы, то есть у мужчин их нет, у мужчин никакой вообще экипировки нет. Интересно, да. Вот это то, что... Ну, в отношении разделения лучше бы они делили по возрасту. Почему? Потому что иногда бывает пацан, допустим, в 12 из 3 вели, лучше по весу, потому что иногда бывает пацан 12 лет если 60, а пацан в 12 лет весит 120. Был очень такой неприятный случай, когда мой старший сын давно уже мы приехали в Лос-Анджелес на чемпионат мира и ему было 12 лет, весил он 110 фунтов и у нас был соперник, которому было 13 лет, он еще в той же движен входил и он был моего веса 170 фунтов. 13 лет японец, я помню только его фамилию Яма, очень приятный парень оказался потом в конце, но мы с ним встречались после боя, но драться с ним было бесполезно, он просто от него отбивался, то есть куча атак, но никакого результата, а улетал он от удара ногой два раза с матов, то есть там сила, конечно, необразима, и там кроме того, что парень дрался с 5 лет занимается и дрался он с 7 лет уже в Японии, то есть он 13 лет, то есть там уже и у него такой экспириенс был уже как у взрослого человека. у нас звонок, но уже поздно. Перезвонить, пожалуйста. Ну, уже и время подошло. В общем, обязательно дайте нам знать, как там появится информация. Больше информации на следующей неделе наверное будет. Окей, Анатолий, большое спасибо и до встречи на следующей неделе. До свидания. До свидания.